Страшный опыт христианской истории учит нас. Нельзя идти таким путем. Более того, этот путь в никуда. Ну, раз ли мог император Нерон, великий Троян, Диоклетиан, сильнейший император Римской империи, поверить, что вся организация этой могущественной империи, ее юриспруденция, культура, армия, дисциплина, денежная система, транспортная инфраструктура, обеспечивающая господство над всем Средиземноморьем, что все это не способно будет уничтожить христианскую веру. Все они страшно ошиблись. Они ушли из истории как гонители, как люди жестокие, а вера христианская существует. Наверное, точно так же думали и гонители в Западной Европе в начале Нового века, когда уничтожали храмы и монастыри, думая, что, включив политическую культуру и политическую философию, идеи, исключающие Бога и призывающие к борьбе с религией, они построят благополучное общество и исторнут веру христианскую. Не получилось. Но, наверное, самый страшный пример полного краха гонений – это наша Церковь и наша страна. А почему же так? Вот сегодня за литургией читался отрывок из третьей главы послания апостола Павла Кремлина. И он говорит о том, что он уверен. Уверен. Очень редко такие слова использовались апостолами. Уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начальства, ни силы ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может нас отлучить от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашему. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok